В мейн-ивенте UFC 264 11 июля нас ждет финал трилогии. Париматч дает 1.95 на победу Макгрегора и 1.91 на победу Порье. Регистрируйся на париматч, пополняй счет и получай фрибет на 1000 рублей. Я знаю, что многие говорят о том, что именно я заслуживаю биться за титул, что все из топ-5 бились с Сусманом, кроме меня. Но знаете что, передо мной стоит очень жесткий парень, и я не заглядываю ему за спину. Так что я сфокусирован на Гилберте Бернсе, и хорошая победа над ним может вывести меня на титульник. Так что я должен выйти туда и сделать то, на что я способен в это воскресенье. Два года назад я бился с Висенте Люке, а он, кстати, лучший друг Гилберта Бернса. И Гилберт был в углу Висенте на этом поединке. Я одержал победу единогласным решением, но я бился с теми, кто стоит ниже меня. Сейчас я получил парня, который стоит выше меня в рейтингах, на второй строчке. Знаете, я бился на UFC 205 в одном карде с Коннором Макгрегором. Мы побили все рекорды Мэдисон-Сквэр-Гарден, и вот мы снова здесь. Знаете, я бился в эпичных кардах, и это очередной и потенциально лучший карт года. Знаете, раньше у меня были другие мысли. Я просто хотел стать чемпионом. Я просто хотел взять этот титул. Но я взрослел. Я тренировался с чемпионами, с такими, как Джордж Сен-Пьер, Крис Уайдман, Андерсон Силва, Леота Мачида. По мере моего роста в этом спорте, я понял, что титулы — это не главное. Для меня главное — становиться лучше, расти как боец и постоянно улучшать себя. Ментально, духовно, физически. И думаю, с этим настроем титул сам придет. Одна неделя до поединка. Сейчас мы будем имитировать бой здесь в IHP. Я работаю с этими ребятами уже 3-4 года. И каждую субботу за неделю до боя мы проводим круговую, которая симулирует поединок. Сегодня мы делаем круговую, которая называется UFC в IHP. И тут все прямо как в бою. Три раунда по пять минут. Нон-стоп. Последняя тренировка в его подготовке. Мы стараемся симулировать все. И работу, и время, и ментальный настрой. В общем, все, что ждет его в октагоне. Мы делаем особый акцент на психомоторную бдительность, на сохранение концентрации, даже когда он устал. Мы знаем, что Стивен Томпсон будет велосипедить. Так что нам нужно создать мотоцикл, на который Гилберт сможет запрыгнуть. И мы активно фокусировались на боковом движении, на сокращении дистанции под разными углами, чтобы он не задерживался на линии атаки. Не секрет, что у Уандербоя стиль карате, а у Гилберта стиль джиу-джитсу. Но также у него тяжелые руки. Так что мы хотим сохранить силу, ударную мощь, выносливость у него всегда на высоте. А так, это одно из самых старых противостояний в истории. Каратист против джитсера, и 11 июля посмотрим, кто выиграет. Можно сказать, что тяжелая часть уже позади. Нужно лишь согнать вес, подготовить разум, подготовить тело, восстановиться и готовиться к бою. Хорошо долететь вам. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Давайте, ребят, хорошего дня. Можем сразу проехать через Холл Фудс, и я быстренько что-нибудь приготовлю для тебя. Идеально. Сначала опять углеводы снижаем, да? Да. Но я хочу, чтобы ты был достаточно сыт, чтобы в неделю боя было что гонять. Понимаешь, о чем я? Думаю, никаких проблем не будет. Папа будет играть? Так, ребят, у нас тут есть хатчап, про, дартс, дартс. Дартс. Это приятный, расслабляющий момент, побыть с семьей. Тренировочный лагерь был очень тяжелым. У детей сейчас каникулы. Так что мы проводим время всей семьей и веселимся. Молодец, Педро. На прошлой неделе мы играли в боулинг. Тоже было здорово. Отлично. То, что надо. Гляньте на мой счет. Первый раунд. 0-0-0-0-0-0-0-0. Боулинг был проще. В гольф сложно играть. В следующий раз... В следующий раз мы будем в боулинг играть. Потому что в гольф у нас не получается. Это был хороший удар. Ничего себе, я профессионал. Уже подумываю о смене профессии. Наверное. Поехали. Да. Это мой парень. Это наш парень. Наши мужич. Он классом. Да. Но. Вообще, луизианский острый соус не особо острый. Но вот этот, это секретный. К.О. Эдишн, секретный, скоро выйдет. Вы хотели поострее? Я пару лет эту штуку не видел. Это как батины шутки, да? Они всегда на готове. Для тебя есть отцовская шутка, Майк. Так, ну давай, удиви. Как называется аллигатор в жилете? Не знаю. Инвестигатор. Неплохо. Понравилось, да? Да, запомню. Давай, открой. Что там у тебя? Видишь, там сюрприз для тебя. Прикольно, ты ее открывал? Да, давно, я забыл как. Я купил ее, когда летал на поединок в Бразилии. Да как, она не открывается. Нужно убрать вес с правой ноги. Так, а теперь наклоняйся, наклонись вперед. Ну, почти. Большая драма в пустыне. Вот мы снова здесь. Сейчас немного загорим. Уу, подпекает. По прямой, наверное, побежим, да? Да, побежали. Изобьемся, что я перекину мяч через горы. Так, туда бежим, да? Окей, погнали. Надо только район запомнить. Мистер Роджерс. А я вот по кактусам запомню. Видишь тут всякие сумасшедшие кактусы у людей во дворах. Вот мы снова в пустыне, детка. Где мы показываем себя. Дастоп. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok